Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Сбывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас вторая встреча с Владимиром Новиковым Добрым человеком Издателем детских книг и журналов А кроме того Разных мемуарных книг Человеком, который организовал Переводы Эдуарда Успенского На латышский язык В частности Известной повести Дядя Федор, Пес и Кот Вот сейчас Владимир показывает На камеру эту книжку И кстати Эдуард Успенский разрешил Издать эту книгу Без всяких авторских вознаграждений Да, это правда И вот сегодня мы продолжаем этот разговор Предыдущую нашу встречу Вы можете найти в ютубе Радио Болтком Очевидец Владимир Новиков Это было неделю назад И сегодня мы продолжаем разговор О встречах Владимира С разными интересными людьми В прошлой передаче мы рассказывали о том Как он явился будучи молодым курсантом мореходки В редакцию журнала Крокодил И познакомился с замечательными художниками Которые были с ним с его пяти лет Фактически Потому что журнал Крокодил был его любимым журналом И именно это зародило в нем интерес к рисунку, карикатуре И он стал развивать эти свои навыки Хотя 10 лет фактически отдал морской службе Но фактически потом вернулся обратно в литературу, в рисунок И в ходе своей долгой и интересной жизни Встречался со множеством людей Которых рисовал На которых рисовал дружеские шаржи И потом эти люди на этих шаржах Оставляли свои автографы Так, Владимир? Вот давайте откроем эту историю Для наших радиослушателей Ну, во-первых, покажите, пожалуйста, календарь Который вы принесли В нем некоторые эти шаржи были собраны И кто на этих картинках? Вот расскажите про них Именно про эти картинки, да? Ну, вот вверху, в середине Быков Ролан Антонович Но я немножечко о нем еще попозже скажу Здесь справа Григорий Гладков Да, Гриша Гладков Он, кстати, всегда говорит, что он был в юности похож на ворону Поэтому и песенка Послушайте ворона, а может быть собака А может быть корова, но тоже хороша Ему так удалось Юрий Дмитриевич Куклачев Он бывал у нас в Риге часто Раньше, да? Вот когда я стал издавать журнал «Гном» Детский журнал, кстати Который имел тираж Сколько? 80 тысяч экземпляров? Первый выпуск Но потом все меньше и меньше И мы остановились на 20 тысяч А самый последний, по-моему, 5 тысяч был Тираж Ну вот, сейчас я как раз к Ролану Антоновичу вернусь Наш журнал «Гном» Вот он, как этот номер выглядел Завел рубрику «Кто там?» И вот в первом выпуске был Евгений Павлович Леонов А во втором Ролан Антонович Бэйков Вот, мы к нему как раз поехали А что это за рубрика? То есть это... Кто там? Рубрика в детском журнале Да, чтобы дети узнали, кто это? Нет, нет, не надо узнавать Здесь было интервью Был шарж И различные были еще произведения Вот, например, Эдуард Николаевич Успенский Нам давал советы, которые можно не брать А Ролан Антонович дал свои стихи для детей Для публикации здесь Вот, прочитайте, пожалуйста Обязательно И первая публикация Вот этого, например, стихотворения Была у нас в Гноме И вот еще одно стихотворение я прочту Оно было опубликовано только во взрослом журнале Детская литература Так, без иллюстрации, без ничего А я когда рисовал Ролана Антоновича Я его нарисовал в окружении комаров Почему? Потому что одно из его стихотворений Именно о них Кто такие комары? Почему кусаются? Почему такие злые? На людей бросаются? У меня уж волдыри У меня уж пузыри А они как налетели, так не унимаются Вот от этих комаров Мы на дачах бледные Надо же! Летать умеют! Какие вредные! Это вот феврение Ролана Антоновича Первая его публикация А сейчас я вам прочту стихотворение Которое Быков читал на самом Своем последнем выступлении Ему время от времени становилось плохо Он уходил за кулисы Ему делали уколы Он продолжал И вот в самом конце выступления Он прочитал вот это стихотворение Как у Ванечки была варежка А на варежке была дырочка А сквозь дырочку было видно всё И как видно всё, так и слышно всё А как слышно всё Слыхать песенку А у песенки слова так и катятся Так и катятся, как по лесенке А по лесенке можно в гору влезть А с горы можно лететь под гору Под горой растёт малина-ягода Малину-ягоду любит зверь-медведь А медведя-зверя охотник убил А охотника била злая жена У злой жены зуб болел коренной А корни растут в сырой земле Вырастают из корней цветочки-лютики Собирала цветочки-лютики красная девица Помогал их собирать добрый молодец Так родился на свет мальчик Ванечка А у Ванечки была варежка А на варежке была дырочка А сквозь дырочку было видно всё Так идёт оно, не кончается С незапамятных лет и до наших дней Вот, Лютики Чудесно Это Ролан Анатонович И его первые книжки вышли намного позже Чем вот был гном Опубликовал эти стердления Таким образом, Володя Вам удавалось Ну вот таких людей Побудить к сотрудничеству Получить их согласие на публикацию И так далее Я так понимаю, что они никто денег-то не просили Даже за Нет, никаких денег За такие публикации Потому что детский журнал Какие там могут быть Барыши А А Эдуард Николаевичу Спинскому даже заплатили гонорар Мы Быкова не платили Но вообще Мы тогда небольшие гонорары платили Так Эдуард Николаевич Через многие годы Когда Путин стал премьер-министром А Медведев был президентом Он мне сказал Давай попробуй Там есть фонды Для поддержки Наших соотечественников за рубежом И я пробился И Эдуард Николаевич написал нам Рекомендательное письмо Вот жалко, я его сегодня не взял Можно было бы похвастаться Потому что он гном Ставил не ниже уровня Мурзилки в этом письме И в конце приписку сделал Хочу отметить Что в гноме даже платили гонорары Как раз вышли ему советы Которые можно не брать Тогда Каневский Александр Каневский Писатель Брат актера Каневского В Израиле Выпускал журнал «Балаган» Юмористический, сатирический Для взрослых А для детей журнал «Балагаша» И Успенский писал ему советы Которые можно не брать Сочинял ему советы То есть еще до вредных советов Остера он Да, да Такой Остера же он Как раз ему Подсказал Подохновил Задачник Смешной этот Остерский Успенский ему заказал Он создал Издательство «Самовары» И тогда Остеру сказал Напиши, Гриша Но он написал Такой учебник Но Как Со средствами Было Очень Плохо И Дорин Николаевич Сказал Да Другое издательство Я не могу сейчас издавать Пока Твое Это самое А вообще И так началась Слава Остера Да Ну Слава Остера Ну она не только Поэтому началась Его Мультики замечательные Там Котенок по имени Гав И Пифа Ведь он Писал Пифа Записывал О французской Собаке О Пифе Тоже писал Остера Он Он и сам Многого добился Поэтому Успенский С ним и дружил Уже давно С давних лет Вот Ну а сейчас Я ищу Портрет Как раз Максима Супронюка Был у нас Такой поэт Замечательный Поэт Очень На высоком Уровне Он писал И стихи Для взрослых И стихи Для детей Был всегда Человеком Серьезным Он Но В стихах У него Такой тонкий Юмор Но это Я не ухожу Еще От того Что Как я Какую дорожку Так слушайте У меня было К этим людям Интересным Просто мы С Максимом И создавали Этот журнал Это особая История Очень большая Как мы Добывали Денег На первый Номер Вот А с чем Было связано Создание Этого журнала То есть Ну Развалилась Страна Завистский Союз И Детский Журнал И мы решили Подкрепить Ее Развал Сепаратным Проектом Да Ну как Я так скажу Я вообще скажу И пожелаю Молодежи Старшие Это сами Все знают Взрослые Что Очень важно Мечтать Если ты Сильно Мечтаешь И чего-то Хочешь Ну у меня Сбывается То есть Ваша мечта Была Сделать Детский Журнал Еще Когда мне Было 19 лет И я был Штурманом На танке Реалтай Вот Только Закончил Мореходку Вот И Тогда я уже Думал Как сделать Журнал На русском языке Вот как я Уже говорил Что на русском языке Здесь в Латвии У нас не издавалось Я даже думал Поменять место Жительства Там скажем На Ленинград Или на Москву Чтобы Все-таки Создать журнал У меня уже были Мысли Как его можно сделать Ну тогда я Публиковался Только в тем газете Напомним историю Что В советское время Вот Те самые крокодильцы Художники Журнала Крокодил В 1957 году Они создали В 1956 В 1956 Журнал Веселые картинки Для детей Он имел Огромный тираж Я не знаю Каждая советская Семья Наверное Его выписывала Больше 50 миллионов В конце Ну многие По крайней мере Я помню Так Зилита Наша тоже имела 80 тысяч Во времена Перестройки Ну вот А потом По следам Этого журнала Который в Москве Издавался Начали В национальных Республиках Тоже создавать Детские журналы И в Латвии Издавался Журнал Зилита Синичка Он издавался Только на латышском языке То есть соответственно Владимиру Новику В его 19 лет Пришла в голову Идея Что для русских детей Латвии Тоже нужен журнал Да Как раз эту идею Эту мечту Он реализовал В 93-м году В 91-м В 91-м году Журналом Гном Да С Максимчиком Очень него здесь Все заинтересовало Он стал переводить Латышских детских поэтов На русский язык Вациетиса И То есть он так быстро Выучил латышский язык Он не выучил Подстрочник Ему вроде-то делала Подстрочник И он Даже Книга вышла Лемпота 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 Его переводов Латышской детской Современной поэзии Вот И Как-то Я был в издательстве Лесма Там Виолетта Семенова Редактор Была Она Занималась Моей книжкой Первой Морской поросенок Которая так и не вышла В связи с независимостью Хотя Я вот должен вроде Обижаться На все эти перемены Но я Как я уже сказал Я конечно Советский союз Не ногой Вот Я как раз пришел К редактору А Максим пришел К Азаровой Жене Людмиле Да Людмиле Азаровой Жене Она тоже Так Решили создавать Журнал А он Очень настойчивый Человек И во многом Благодаря ему Мы достали Бумагу Ну это Большущая История Мы Ездили на заседание Местного Правкома Не местного А правкома Завода РАФ Там Свой проект Представляли То есть Собирали Праздник Для детей Устраивали А вообще Джинтерс Нам Деньгами Тоже Помогал Вот Третий Номер Из Джинтерс Нам Помог Выпустить Первый Номер РАФ Ну и Второй Конечно РАФ Бумаги Нам Нам Намного Хватило Этих 20 тонн Да 20 тонн Это Много Вот И мы С Максимом Я сейчас Просто Ищу Журнальчик Где Есть Стихотворение Максима Которую я обязательно Должен Прочитать Ну и мы С Максимом Приехали В Москву И Пошли Пошли В цирк На Цветном Бульваре Там Привязывались К Юрию Никулину И Каролан Антонович Быков У Максима Были Знакомые Полярники Северяне Вернее Да Северяне У которых Был какой-то Выход На Телефон Ролана Антоновича Быкова И вот Позвонили мы Быкову А у меня уже Шарш Был Заготовлен Но потом У него Когда я сидел Я сделал Несколько рисунков И у меня есть Рисунки с натуры Ролана Антоновича Вот И мы достали И мы звоним Взяла его Супруга Санаева Трубку Говорит Вы знаете Нет Нет Нельзя С ним Встретиться Он только Что сейчас То ли инсульт У него был Но было Какое-то Потрясение Большое Ролана Антоновича Ну мы говорим Ну дайте Хоть трубочку Ему Она ему дала Трубочку Телефонную И Я говорю Ну давайте Мы вам бросим Шарш В почтовый ящик Два шарша Один будет Для вас А второй Копию Я делаю Вы для журнала Гном Подпишите Он говорит Ну давай И мы Значит По адресу Приехали По адресу Подошли К почтовым ящикам Попробовали Так вертикально В ящик Так влезает А давай А так А так не влезает Слушай Надо пойти Сказать Не влезает В ящик В почтовый Какие вы натлы Мы находчивые Да Хорошо И вот Позвонили в дверь Открывает Санаева Мы Даем ей Эти шаржи И переминаемся И что-то Говорим Сейчас я уже Не помню Что-то мы говорили Несли пургу Да Несли пургу А там Длиннющий коридор У него в квартире И одна Двери Открыта И вдруг От этой двери Там Голос такой Ролан Антонович Да пусть Заходит И мы Пришли Он лежит В кровати Да А случилось Вот что Он снимал Фильм Я сюда Больше Никогда Не вернусь О девочке О девочке Которая Очень много Страдала И эта девочка В конце фильма Убивает Свою куклу И кончает Женщик Свою убийством Вот Но Она так кончает Что она якобы Кончает Но на самом деле Она взлетает В небеса И Фильм этот Сняли В Голландии По-моему Голландцы Там были Продюсерами И Ролан Антонович Они С ним Очень плохо Поступили То есть Не разрешили Даже этот фильм Снимать Демонстрировать В России И Тогда еще В Советский Да Еще Советский Союз Был Не разрешили И Вообще У него Права Как-то Смогли Хитро Но тогда же Вы знаете Как наши Все были Открытая душа И никто Никогда не думал Что какие-нибудь Прощелыки Могут их обмануть Западные Могут обмануть И вот из-за этого Он просто слег Он слег Инсульт По-моему Был И не знаю И вот он с нами Говорил Мы Несколько часов Мы говорили А эта девочка У него жила Эта девочка Была Исполнительница Главной роли Да Она была С глазами У нее были Неприятности Он Сделал У Захаровой Операцию Вот У него было Косоглазие Очень сильно И в фильме Вот оно есть Этот фильм Может быть даже В интернете Сейчас можно найти Я сюда никогда Не вернусь Называется И он сделал Вот эти Но правда Сына его Говорила Хорошо Быть добрым За чужой счет Потому что Эта девочка Это был Такой Маугли Невероятный Максим Тоже ее Вождь краснокожих Скорее Наверное Ой-ой-ой Да Не Маугли А вождь Вождица Краснокожих Ну то есть Она упрекала Быкова Что Он повесил На нее Эту девочку Она и портит Нервы Но она не просто Нервы портит Она начинает Есть И там это По всей кухне Еда Или что Ну то есть Такая была Активная очень Девочка А тут еще Неприятности С мамой Этой девочки Мама Это Ну вела Не очень Хороший образ Жизни До фильма А как фильм Снял Ирлан Анатольевич Так давай Мол Захотела Богатой жизни Вот А девочка Жила Урала Антоновича Довольно таки Долго Я не знаю Дальше Ее судьба Судьба Вот Так вот Я сейчас Постараюсь Найти Стихотворение Хорошо Владимир Супрунюка Да Обязательно Вам прочту Потому что Стихотворение Акома Быкови Нет Нет Просто одно Из его стихотворений Я сказал Какие У него стихи Его юмор Юмор И вообще Необычные Его стихи Все необычные Я даже не знаю Что у него Выше Взрослые Стихотворение Для взрослых Или для детей Или перевода Ну вот Песенка Про коров Называется Шли корова И теленок Максимчик Два года назад Умер Да Вот Вот в памяти Память о нем Сохранится И И в стихах И В журналах Шли корова И теленок А за ними Шли Тень коровы И тененок Прямо У земли Колокольчики Звенели День Дон День Колокольчика Звенела Тень И корова Пожилая Есть Лопух Пока Тень коровы Поживала Тень От лопуха И из мамы Пил теленок Рожкина Бекрень А тененок А тененок Пил Из мамы Тень Две коровы Два теленка Сверху Облака И бежала В тень ведерка Тень От молока Чудесно Вот А иллюстрация Здесь Это у меня В свейках А иллюстрации Сделал Миккельсон Роберт Это сын Елены Антимоновой Да А Елена Антимонова Тоже Было интервью У нас большое Тем более Я с ней жил В одном дворе И в одной школе Учился Что-то вы со многими Жили в одном дворе А вот так получается Про этот двор Надо еще потом Один Рассказать Да-да Это двор Да Это двор На улице Аптекас Аптекас И Саркандал Там два таких Больших дома Парохода И там Да Много интересных Людей Валера Зайцев Во втором Парьете Ну это сталинки такие Сталинки Да, сталинки Пятиэтажные Сталинки Хорошо Давайте вернемся К шаржам И Расскажем еще Немножечко О Давайте О марках Вот я Последнее время Да Если возвращаться К теме Успенского Кстати Фонд соотечественников Дал денег На детскую литературу Нет Не дал Понятно Я Был на приеме У Христенко Он был тогда Первым заместителем Путина Премьер-министр И Им понравилась Эта идея Восстановить Журнал детский Им Потому что Там несколько человек Было Христенко И какие-то его Еще не несколько Трое было И два Еще помощника Каких-то Или подсказывателя Не знаю Что-то Был разговор И они решили Нам помочь И Дали бланки А Я Направили С резолюцией В министерство Тогда было Такое министерство По делам Соотечественника За рубежом За рубежом И меня Направили туда Там Мне дали Бланки Я приехал В Ригу Все сделал Заполнил Отдал Алтухову Он ехал Как раз В Москву На какую-то Конференцию Да Это представитель Русской общины Да Он туда Поехал И Извещение По радио Или где-то Ну да По радио Упразднили Это министерство Вот такая Была ситуация Понятно Когда был Путин Премьер-министром Мы к нему Чуть ли не попали На прием С гномом Вот Так вот Додар Николаевич Когда им Исполнился Исполнился Год Со дня смерти Эдуарда Николаевича Я сделал Марку Ну вот это Мое Издательство С такой инициативой Выступило И Латвия Спас Выпустила Я нарисовал Конверт И Марку Здесь шарш Как раз На Эдуарда Николаевича Да Но этот вариант С вороной Ну мы Запраковали А оставили Вариант С галчонком Вот Кто там Да И рисунок Это иллюстрация К дяде Федору Тоже мой рисунок Вот То есть Таким образом Вы делаете Такие Ну как бы Коллекционные Марки Для того Чтобы Отдать Память Вот этим людям С которыми Вы общались Да Это В день памяти Все Кто пришел Вспомнить Эдуару Николаевича В Москве Я был тогда Получили Такой конверт И такую Марку А это Была Выставка Посвященная Памяти Эдуару Николаевичу В Москве Здесь тоже Вот использовали Мой шарш На Афише Там большущая Афиша была И афиша И на программке Был вот этот Владимир А как вы рисуете Вот Создается впечатление Что это вообще Все одной линией Прорисовано Или По-разному По-разному Ну вот Роман Анатольевич Пожалуйста Видите Цветной даже Ну да С каморами Да Хорошо Куклачев Тоже совсем Цветной Понятно Ну вот смотрите Вот этот Успенский С афишей И вот другой рисунок Вот тоже Успенский Тоже это кстати Уже не шарш А просто рисунок С экрана Телевизора Сидел Чиркал Как Чижиков Говорит Абракадабра Когда берешь И просто Не думай Ни о чем А чиркаешь И вот это у меня Был такой набросочек Лежал отдельно И Дорий Николаевич Однажды приехал К нам домой Ну рассматривал Мои рисунки И говорит Это ж я То есть сам Тебя узнал Да Так что И с тех пор Я этот рисунок Скажем Храню Храню И горжусь А вот еще Интересный у вас Рисунок на столе Это Шарш на Вронского И он Какими-то звездочками Сделан Это тоже такая Своя праздная вещь Еще два Ну давайте О Вронском Вронский Сергей Алексеевич Вронский Вот опять же Как вы говорите Да Вот эти встречи Двор Это тоже Встреча была Не специальная Я не стремился С ним встретиться Я тогда Сотрудничал В московском Журнале Всесоюзного Общества Книголюбов Назывался он Берегиня Тогда еще Интернета Не было Связи по интернету И я делал Рисунки Стихи Многих наших Рижских авторов Туда Тоже отправлял Там Межинший Еще Других авторов Они публиковались В этом Москве Детская рубрика Там была Детская страничка Называлась Светелочка И я К поезду Давал К проводнику А там В Москве Редактор Встречал Мои рисунки И текста Вот И на презентации Этого журнала Это был 91-й год В агентстве Печати Новости Я познакомился С Сергеем Алексеевичем Дронским Он там Вел Рубрику Астрологическую В этом журнале В каждом номере И так Интересно Вот один Из Заголовков У него был Я прям К дружбе нашей С ним Как эпиграф Виною счастья Воля звезд Да Потому что Абсолютно Случайно Я здесь Не познакомился Я его рисовал Не этот шарш У меня еще один Есть шарш С его автографом Вот А потом Так случилось Что я поменял С братом Квартиру И переехал Переехал В другой район Города Где я жил И надо было В Латвэнерго Заменить книжку Латвэнерго Я пришел Заменить книжку Латвэнерго Там Как везде В то время Была очередь Вот И так Обернулся Смотрю Ёлки-палки Знакомое лицо А за мной Стоит Сергей Алексеевич Воронский Он Москву На Ригу Поменял И тоже За книжкой Пришел И тоже За книжкой То есть Мы опять же Пересеклись Там Где один раз В жизни Побывали Я там Никогда не был И он Я уверен Тоже То есть Вы счастливый человек Вам все время Везло Ой да Ну например Скажем Андрея Петрова В буфете Гостиницы Стоим в очереди Композитора Который Берегись Автомобили Который Написал Мне на Шанс же Написал Первые такты Мелодии Берегись Автомобиля Да Так вот Сергей Алексеевич Воронский Это вообще Удивительно Удивительный человек Такого второго Не было Даже Если он В чем-то Мистификатор То уж Больно Было Это все Убедительно Ну говорили Что он Гитлера Лечил Хотя Я к нему Привязывался И говорил Сергей Алексеевич Ну расскажите О Гитлере Но он Не очень Об этом Уходил От ответа Да Говорил Что через 20 лет Он будет Рассказывать Ну Мирей Матьеев Он лечил Брежнева Ну то есть Он помимо того Что был астролог Он был большой гомеопат И доктор Да-да-да-да-да Экстрасенс был И Когда я его для гнома рисовал У меня тоже В гноме он тоже есть Интервью с ним Я его нарисовал И звездочек Потому что он был астрологом При даче ко всему Вот он в журнале Он такой Я его нарисовал И звездочек И он нам такое там наговорил Что я потом читал Когда написал Думаю Надо же И недавно был о нём фильм Или где-то я прочитал Что он говорил Что если кто меня внимательно слушает И мне верит Я такое наговорю Что потом сам удивляюсь Откуда это у меня вылезло То есть просто Просто какие-то Невероятные вещи Вот в этом интервью А опять же С этим интервью С этим журналом Был интересный у меня случай Я уже и забыл Что был этот журнал А вёл клуб Рисуем и сочиняем В Рижской классической гимназии И однажды решил рассказать О журнале детям И взял несколько номеров Журнала Ехал в Пуртинс Тогда я жил на Красной Тени И назад когда я ехал Пересадка была На пятом трамвае Я пересаживался И всегда заходил в магазин Валтер Сунрапа И на этот раз зашёл А там Смотрю презентация какой-то книги И презентация книги О Сергея Алексеевича На латышском языке И там, значит, все речи говорят И я думаю, надо же Вот знал бы я, что будет это признаться Я взял бы интервью с Вронским А у меня он в портфеле лежит Я детям показывал На встрече как раз этот номер И я тогда вытащил этот номер И тоже подарил автору книги Вот И что ещё интересно Я сейчас живу по соседству С домом, где жил Сергей Алексеевич Опять же, абсолютно случайно Просто поменяли Я вот совсем недавно шёл Думаю, надо же, этот же подъезд Где он жил на девятом этаже И как он говорил Он пешком поднимался И на балконе у него стоял велосипед Человек, конечно, уникальный Говорить нечего И вот недавно я узнал, что у него фамилия То ли Лил мужнек, то ли Яун мужнек А как я заподобил А на самом деле Вронский это псевдоним? Неизвестно, что псевдоним Да Тут вообще настолько всё пересечено Что тут связано с разведкой Что кого-то подменяли, не подменяли Это не он рассказывал Это уже сейчас предположение Вот А как было Я стал издавать Гном Он мне гороскоп сделал для журнала Гном Но я махнул рукой Не прислушивался к этому гороскопу Но в конце концов Гном прекратился Но 5 лет выходил Но я просто вёл себя не очень хорошо Однажды он мне спросил Хочет стать миллионером? Я им сказал Нет, не хочу Потому что я не верил во всё это Во все эти Деньги не верили? Звёзды Астрологию То есть он вам подсказывал Как стать миллионером А вы проигнорировали Он сказал, хочешь стать миллионером? Хочешь стать миллионером? А я, может, ещё стану Не знаю Ну, теперь это не цель Я мечтаю об этом Так что А мечты у меня сбываются? Ну, вот И, значит Я недавно узнал И вот он мне дал два своих стихотворения Сергей Алексеевич И стихи написаны на латышском языке На чистом латышском языке А он из Москвы сюда приехал Понимаете? Никто не знал Он отсидел в лагерях После лагерей получает квартиру в Москве Да Это очень удивительно А я его спрашивал Сергей Алексеевич А почему вы в лагеря-то попали? А он мне рассказывает Я был директором школы в Юрмале В конце войны И было указание Сверху Всех детей везти на казнь Фашистских генералов Была казнь фашистских генералов Подъезжала На кузове Да, машина Машина Подъезжала машина И он Я говорю Детей не повел И попал в этот Ясно Владимир Вот опять мы ничего не успели Рассказали только про два персонажа Отложили, наверное, восемь Поэтому, наверное, придется нам Эту серию продолжить У нас в студии был Владимир Новиков Издатель Художник И выступатель Выступатель, да Шаржист Вот И мы, я думаю, продолжим этот разговор В следующий раз А сейчас должны с вами попрощаться Программу провела Людмила Прибыльская Звук и режиссер В студии Родион Золотарев Всего доброго Спасибо всем